друзья всем привет с вами вновь киме f1 сегодня мы поиграем с вами в проект армату и она из 7 на старичке на дедовском решил прокатить а почему эту серию делаем по армате особенно потому потому что у нас идет голосование в группе вк по четырем танковым играм и как бы я посчитал было бы не справедливо не сделать видео по армате и так как было по танкам форс по граунд war tanks по world of tanks и везде ребятам предлагал зайти в группу вк и проголосовать за свою любимую игру и то же самое я сейчас вам предлагаю ребят прямо сейчас да да перейти по ссылочке группу вк и проголосовать за свою любимую игру как раз проект армат сейчас находится на третьем месте и завтра последний день голосования в воскресенье в понедельник мы подведем итоги и посмотрим какая игра победила вот таким вот образом так что ребят заходите в описании есть ссылки в группе вк проголосуете не обязательно если вы смотрите армату голосовать за нее может быть у вас какие-то другие отношения с этой игрой а играйте по привычке или наоборот она вам очень нравится но хотели бы увидеть другую игру то есть все на ваше усмотрение друзья мои но мы продолжим то есть одна из 7 решил сыграть в отличие от например того же world of tanks проект армата из 7 является подарочным танком то есть премиум танком подарочным него подарили за вход в игру или на какой-то праздник там куча танков дарит армата на различные мероприятия и вот третий уровень здесь из 7 получил подарок также объект 430 немного ребят кто играете вы знаете что армата постоянно дарит подарки также 3 5 уровень там еще какие-то но здесь они более достойны чем world of tanks кто играет в мир танков знает от недавно в варгеймингу игре vg исполнилось 8 лет и они подарили такой второй уровень польский коробок какашек вот реально похож когда сдавать анализы идти нужно на глистогонные наверно еще на что-то в такой же коробок на антал сдайвали раньше советские времена сейчас банк специальный вот этот танчик на это похож на бесполезен конечно там на пулемете как обычно здесь нет объект 430 довольно таки мощная машина стэшка классный то же самое из 7 дикая броня ребята за вы знаете ее преимущество этой машины реально дикая броня средняя пушка которая в принципе пробивает вся и все это вы видите ббхами простыми играю кто не здесь помог кому ли не помню фугасами почти не использую отбивая очень много рикошетная броня толстая броня что башни что самого корпуса то есть довольно таки комфортно играть ну да то что он не такой маневренный это вполне естественно потому что это тяжелый танк скорости маневренности нет в этого танка но в то же время комфортно комфортно ребят на самом деле прямо здесь комфортный что t72 был что еще там несколько прямо штук восемь по моему них в ангаре которые вообще не покупал а просто с какие-то мероприятия дарила компания за это я очень благодарен я всегда кармати относился очень благосклонно кто бы как не ругал да она тоже на mail.ru впрочем в принципе как и ground war tanks ребята она тоже на mail.ru бытует такое мнение что все игры которые выкупает mail.ru она превращает в какашку по многим предыдущим играм я соглашусь с вами за все что за что бы не бралось mail.ru превращалась в дикий донат выгребание денег со своих игроков но сейчас это наверное все таки в меньшей степени чувствуется play to free как это модно называть эти игры бесплатные они существуют да если профессионально заниматься этими играми и много извините за выражение задрачивать и пытаться добиться результатов хороших кланов статистики во многих играх кстати спасибо ground war tanks статистика они не обременили игроков это огромное преимущество этой игры то да без доната возможно здесь будет тяжеловатое что и армата что вот of tanks какие-то свои показатели делать по той простой причине что но вот что еще хотел сказать армата отличается от world of tanks там ты на стоке мучаешься в рандоме там тебя просто мучают и избивают калечат ну да можно в кб поиграть но тоже найти на команду кому пофигу на игру что ты там настолько марок орудие играешь тебя не выкинут и возьмут здесь же есть пв и режим против ботов ребят качайте свои танки в пв и открывайте модуля новые ставьте пушки как говорится и потом переходите пиви пережим и бейтесь против таких же как и вы у каждой игры есть свои преимущества действительно у каждой игры но вот мы сегодня про армату говорим у арматы современные танки на самом деле неплохой дизайн именно карт самой игры танки конечно можно было бы сделать немножко получше они все таки ездят как мыльницы да есть такое тут впереди планеты все естественно world of tanks насчет графики есть у них огромное преимущество особенно с переходом сейчас какой-то новый движок но арматы тоже есть свое преимущество режим пв замечательный режим не хочешь ты играть против таких как ты получать какие-то маты и там прочее нежелательные отзывы хотя здесь с этим попроще чем в мире танков ну и не играй ты как говорится уйди в пве режим там тоже есть свои задания очень интересные задания где ты можешь выполнять получать какие-то бонусы также проходить до меньше заработка меньше опыта чем в пиви пи ну да и ладно поиграешь подольше наберешься как грец опыта с ботами а там и уж опыт и придет и прокачка и возьмешься за горица бои с равными себе или наоборот неравными но по крайней мере с не ботами а онлайн игроками бой близится к завершению ребята здесь мы побеждаем что-то я тут пострелялся стою на захвате возможно еще постреляю да есть такая возможность вот еще раз хотел сказать про армату потрясающая замечательная игра никакого негатива у меня к этой игре нет много в нее конечно тоже не играю сейчас время такое в одну игру вы сами знаете я не могу играть долго надоедает хочется еще в какую-нибудь игру покатать и так далее и подобное но арматы есть свои также преимущества танковые я больше вижу все-таки плюсов чем минусов кто-то думает если что они не достигли такого положения как world of tanks онлайн маленький но естественно ребят по той простой причине что это похожая игра все-таки мир танков был первым они захватили эту пальму первенства также как копировальные машины все называют ксероксом хотя xerox и наверное вы давно настоящего ксерокса и не видели также здесь все называется ксеркс и танковая игра номер один наверное все-таки мир танков но не потому что она лучшая да есть там свои преимущества а просто потому что она была первая и как бы среди ммо игр танковых баталий они тогда навели фурор все пытаются им подражать наверное тоже хотят также денег заработать ну сейчас это тяжело говорит все переболели нужно какую-то свою фишку дикую фишку ну а фишку найти наверное очень трудно вот такие вот дела пишите свое мнение ребят как вы относитесь к этой игре как вам то что она умел ру когда она была обсидина лучше было или хуже наоборот сейчас лучше стало какое ваше мнение да и негатив приму послушаю отвечу и позитива побольше ребят все таки если кто-то пишет минусу то напишите плюсы не бывает что полностью было всегда минусы такого просто не бывает это только что супер супер пессимист который видит только черное но с вами ребят был кимяев один еще раз прошу заходите в группу вк голосуйте за своими любимую игру и всем пока пока до скорых встреч встретимся в игре